Приветствую вас! Знаете, мне кажется, что вы попали в такой достаточно серьезный круг созависимых отношений, когда вы зависимы от своего мужа, муж зависим от вас, когда вы не можете объективно, адекватно относиться к своему мужу, он не может объективно, адекватно относиться к вам, вот, и когда вы перекладываете ответственность за свою жизнь, за себя, за своих детей, на него, а он перекладывает ответственность за свои проблемы на вас. Вот. Мне кажется, что выходом из этой ситуации, так вот, если в общем говорить, является принять личную ответственность за то, что происходит, вот, принять самостоятельное решение за, ну, вот, по поводу того, что происходит, самостоятельно принять решение, да, то есть не говорить о том, что происходит. Другому человеку, чтобы он принял решение, а именно самостоятельно, именно самостоятельно это сделать, именно самостоятельно принять решение, вот. Итак, мужью 34 года, ой, нет, 34, мужью 39, две дочки, я в декрете с младшим. Значит, ну, здесь мне бы хотелось, пожалуй, только отметить, что дочери, дочери у вас две, одна дочь, значит, соответственно, старшая, другая младшая, и вот, меня интересует, а если, если... у вас с мужем, скажем, ну, или есть, или были, или чувствовались проблемы, то, на чем основано было ваше желание завести второго ребенка, какие вы ожидания на него накладывали, да, то есть, что вы ждали от него, от второго ребенка, и так далее. Дальше, полгода назад мужью шел к молодой девочке, не выдержав моих претензий. А, ну, а вот, претензии были в чем, то есть, насколько они были обоснованы, претензии, понимаете, что вот вы говорите, что он не выдержал ваших претензий, то есть, получается, что вы его отчасти спровоцировали на уход от вас, сделали ли вы это случайно, или сделали ли вы это целенаправленно, это уже другой вопрос, но вы его спровоцировали, то есть, ну, подпособствовали, подпособствовали тому, что он ушел от вас. Вот, соответственно, здесь, здесь нужно, в первую очередь, обратить внимание на то, какого рода у вас были претензии, ну, к мужу, с чем они связаны, эти претензии, вот, ну, насколько оправданы, я полагаю, это, этого говорить не буду, да, потому что наверняка вы считаете, что они обратны были, вот, но все же, все же, у вас, то есть, вы говорите, что не выдержал мои претензии, то есть, с этого все началось, с того, что у вас были претензии, вот, что вы, вы, ну, чем-то, чем-то были недовольны, недовольны были своим мужем, вот, и нужно, конечно, здесь разобраться тем, в чем именно вы были недовольны, и по какой причине, да, вот, потому что вполне вероятно, вполне возможно, что ваши претензии, это продолжение вследствие того, что вы перекладываете ответственность на другого человека. Так, значит, ушел к молодой девочке, как вы к этому отнеслись, да, то есть, что с вами произошло, как вы это пережили, как вы это восприняли, оставил меня одну в чужом городе без друзей работы и денег, а, нет, она, вот, знаете, это тоже позиция жертвы, это вы не озаботились тем, чтобы у вас был план «Б». Это вы не озаботились тем, чтобы у вас были деньги, друзья, а, сейчас, так, работа и так далее. То есть, понимаете, это ваша ответственность, ответственность, не ответственность мужа. Это ваша личная ответственность, а вы, как бы, обвиняете мужа, ну, по крайней мере, считаете его ответственным, да, то он оставил вас без работы там и так далее. Да, он поступил не хорошо, безусловно, а здесь, пожалуй, с вами сложно, сложно поспорить. Но, от того, что мы знаем, да, от того, что мы в курсе, от того, что мы понимаем, что он поступил как-то не так, ситуация, ну, вряд ли ведь изменится, правильно? Поэтому здесь будет, как бы, конструктивнее подумать, почему вы не имели ни друзей, ни работы, ни денег и, собственно, насколько, вообще, сознательно переехали в чужой город. Так, у дочки, значит, на фоне стресса случился отек квинки, никогда такого не было ни у кого из нас до пятого колена. Так понимаю, что тема родственников для вас имеет не последнее значение. Ну, как-то вот мне так кажется. Я была раздавленная, единственный, кого я знал в городе, был партнер мужа, друг нашей семьи, я пришла к нему за поддержкой и закончила все поцелуем у нас дома. Ну, а вот вы сами, поцелуй, как воспринимаете, да? То есть, вы хотели поцелуй, поцелуй этого? Вам нужен был, поцелуй, вы нуждались в этом или что? То есть, насколько вот, сознательно вы действовали, понимаете? Мне кажется, что это важный момент, если мы хотим разобраться с тем, что вы написали. Дальше. После этого мы не виделись, через три недели муж вернулся, убедил меня в своей любви, я его принял. Ну, понимаете, вот мне думается, что здесь вы совершили, скажем так, деструктивное действие, да? То есть, вы приняли своего мужа, во-первых, вот вы говорите, да, что он убедил вас. Это опять жертвенная позиция, убедил меня. То есть, не вас кто-то должен убедить, вы сами убеждаетесь в том-то, вы сами видите, да? Вот. Ну, вы сами видите, что человек там, например, поменялся, допустим, поменялся, да? Или там что-то еще, еще. То есть, это опять же ваша ответственность, да? Вот. А мне... Не его. Понимаете? Вот. И вы не сказали сразу своему мужу, а там же такая ситуация была. То есть, вы не сказали ему, что я не хочу пока с тобой быть, потому что там что-то было. Вот. А вскоре он узнал об этой ситуации. То есть, узнал, что он не от вас и узнал не сразу. Вот. Иначе за какой-то ад. Ну, понятно, тут его ревность, то это все будет правильно сейчас насчет психолога, насчет того, что ушли. Это верно. Вот. Через месяц мы восстановили отношения. После согласия мужа на определенные условия, муж перестал пить. Также я просил обратиться к психологу и больше не обсуждаться над этим поцелуя. А, нет. Ну... Знаете как? Просить не пить, это детская позиция. Потому что в данном случае происходит работа со следствием, но не с причинами. Это первое. А, второе. Обратиться к психологу, да, это хорошая идея. Это правильно. А, простите, можно не говорить с вами над этим поцелуя. Ну, это поскольку, поскольку. То есть, если он хочет, как взрослым взрослым, как взрослых со взрослым, обсудить какую-то тему, то почему нет? Запретных тем быть не должно. Между людьми, которые друг друга любят, которые доверяют друг другу, да, не должно быть запретных тем. Вот. А, я думаю, что это, в общем-то, справедливо. Вот. А, но то, что вы просили его не пить, вот это, конечно, весьма, весьма поверхностная позиция. Потому что, еще раз повторю, что алкоголь или, ну, за употребление алкоголем, да, вот, это не первая причина. Это следствие. А, причина, она, на самом деле, она в другом. Именно причина. Вот. И, без этой причины, без этой причины, мужчина будет, либо будет продолжать пить, либо он будет куда-то по-другому отреагировать свой негатив, который у него есть. Так, значит, в общем, у мужа брендовая идея, что было что-то большее, и это жесть. Я говорю, прими решение, лежим вам дальше счастливо, по-новому или расходимся. Это вам нужно принять решение, как вы живете. Сейчас вы зависите от него. Решение нужно принять вам, не ему. А, если вы примете решение жить дальше, например, то вы можете предложить ему быть с вами. Да, то есть, либо ты принимаешь мое слово, либо нет. Вот. И все. Абак вы от него как бы зависите, и это очень сильно вас дискредитирует в глазах, например, ну, в глазах мужчины, например. Вот. Поэтому, поэтому, процесс здесь вот такая, я полагаю. Также непонятно, вот вы говорите, что, что у него бредовая идея, да, вот. Но при этом он же работает вроде как с психологом, да, и если он работает, то проблема должна решаться. Ну да, она не сразу решалась, но она должна решаться, вот. То есть, здесь опять же ситуация такая, что не совсем ясна картина того, что происходит. Да? Вот. Понимаете, о чем идет речь? То есть, вы ждете как? Что? Сразу будут изменения какие-то, да? Или что? Знаете? То есть, он выполнил ваши условия? Ну, муж вроде бы выполнил. Вроде бы, ну, насколько я могу судить, да, он выполнил ваши условия. Вот. И, соответственно, чисто формально, чисто формально, вы не можете ставить его, вы не можете чисто формально ставить его перед выбором таким. Ну, потому что он выполнил свои, но если вас тут не устраивает, то вы, ну, вполне можете им об этом сказать. Вот, вы вполне можете сказать об этом, что вот я принял решение жить там, ну, как бы дальше, да, жить счастливо, счастливо. Вот. Либо, значит, с тобой, либо без тебя. Понимаете? То есть, понимаете, мне кажется, что вы, вот, вы опять давите на мужчину. Опять у вас претензии, претензии к нему. Вот. Поэтому, поэтому здесь работа нужна именно с личной, с личной ответственностью. Вот. Вашей, за вас, за себя, за, соответственно, детей, вот, ваших. Это личная ответственность. И я думаю, что только так, только через, ну, через подобную акцентрацию внимания, да, через подобный акцент вашего внимания, вы сможете ситуацию как-то реально изменить. Вот. Потому что в противном случае ситуация просто будет постараться снова и снова. У мужчины проблемы, он не может принять решение. Он и рад быть, но не может. Вам, как более здоровой личности, нужно принять решение самому. Вы перекладываете на него решение. Вот. Почему? Потому что вам так выгодно. Вы имеете некую определенную выгоду от того, что происходит. Вполне возможно, что причина банана, что с мамой, например, жить вам тяжело, не хочется, потому что вы были хозяйкой. Ну, ну, в своем доме, в своем доме, да. Вот. Значит. А в городе с мужем у вас нет, как вы сказали, ни работы, ни друзей, ничего. И это просто страх, страх неопределенности, который и удерживает вас от того, что происходит. Вот. Вот. Поэтому, значит, выпишите, я больше не могу. Это, правда, безответственные жертвы. Очень любила все эти, мы уже все эти годы вместе, 17 лет. За 17 лет вы могли измениться. Оба. Причем довольно сильно. А также вызывают интерес, пацановка вопроса любила. То есть, а сейчас уже не любите. Вот. И вопрос ваш, что делать, да. Что делать, чтобы что, Анна? Чтобы что делать? Знаете, у мужа свои проблемы. Не знаю, насколько для вас это очевидно, да, но у мужа проблемы свои. И решать свои проблемы он должен сам. Без вас. А у вас свои проблемы. У вас дети, там, ребенок, грубо говоря, да, болеет и так далее. Ну, сокращайте свои проблемы. Вот. Ну, отдалитесь от мужа пока. Просто возьмите, возьмите, возьмите перерыв и так далее, да. Вот. И еще раз повторю. Обратите внимание на природу своих претензий к мужу. Вот. То есть, вот. Ваши претензии к мужу, да, с которых все началось, они имеют свою природу. Они имеют свои основы. Вот. То есть, это не просто так. Понимаете, да? О чем я говорю? Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос. Ну, и сформируйте цель, да. То есть, что делать, чтобы что. Если наладить отношения с мужем, это одно. Устраивать гармоничные отношения, это одно. А если поработать с вашими собственными страхами и внутриличностными конфликтами, это, соответственно, другое. Вот. Но все это разное. Это все разное. Это разные направления. Вот. Ну да, то есть, понятно, что в чем-то это схоже. Но в большом желании это все разные направления. Так вот. определите с целью, вот, и, соответственно, тогда уже будет проще вам что-то рекомендовать, давать какую-то рекомендацию. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Продолжение следует...